Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Мировое сообщество возвращается к проблеме ВИЧ дважды в год, 1 декабря и в конце мая, когда отмечается Всемирный день памяти Жирспида. Всего в России более миллиона ВИЧ-инфицированных, около 70 тысяч на юге и более 400 человек в Калмыкии. Тему продолжит Полина Бевинова. Из-за пандемии коронавируса акция ко Всемирному дню борьбы со СПИДом отмечается не так широко, как прежде. Нет привычных ярких баннеров и мобильной лаборатории, где все желающие могли бы сдать анализы на заболеваемость ВИЧ и СПИДом. Но традиционно представители Республиканского центра молодежи совместно с региональным центром борьбы со СПИДом организовали на площадке перед гостиницей листа раздачу информационных буклетов и средств защиты. Эта тема актуальна всегда. Почему? Потому что, если мы не возьмемся сейчас за свое здоровье, то в будущем, так сказать, мы будем пожинать плоды. Так что призываю всех сдавать ВИЧ-тест и проходить онлайн-консультации в центре профилактики и борьбы со СПИДом. За последние 30 лет в республике зарегистрировано более 400 случаев ВИЧ-инфекции и заболеваний СПИДом. За текущий год выявлено только 6 случаев заболеваемости. Это в два раза меньше показателей прошлого года. По словам заведующей центром по профилактике и борьбе со СПИДом Ольги Нармаевой, это связано с меньшим охватом исследований из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. В этом году у нас 75% среди выявленных это мужчины, 25% женщины. Но у нас год на год не приходится. То есть у нас какой-то равной какой-то там тенденции, я не могу отметить. А среди живущих в СВИЧ и состоящих на диспансерном учете 60% это мужчины, а 40% женщины. Сейчас у нас путь передачи 100% в основном при незащищенных половых контактах. Течение болезни зависит от многих факторов. Нередко больные выявляются достаточно поздно. В основном среди них люди, выезжающие на работу за пределы республики. Сегодня в эпицентре эпидемии социально активные граждане, люди трудоспособного возраста, от 30 лет и старше. Но большая пропагандистская работа, которая долгий год ведется на всех уровнях, дает свои плоды. Люди стали лояльно относиться к ВИЧ-положительным гражданам. Раньше как узнали, что вот он болеет спидом, все стараются его избегать, сторонятся его. Сейчас, я думаю, современная медицина может пережить, может, совершить прошлого. Те же больные спидом, они могут иметь абсолютно здоровых детей. Вот сейчас я смотрю в интернете, там уже видно, что к ВИЧ-инфицированным относятся к нормальным, как к обычным людям. И я считаю, что это хорошая тенденция. Возможно, в будущем даже научатся лечить его. Будем надеяться на это. Сегодня болезнь считается контролируемой. Лечение назначается всем без исключения ВИЧ-положительным гражданам. В Калмыкии антиретровирусной терапией охвачено более 80% от числа стоящих на учете больных, а таковых на сегодняшний день 206 человек. Ежедневный прием лекарств и визит в Центр по профилактике и борьбе со спидом один раз в три месяца обеспечивает долгую активную жизнь. Насколько я помню, раньше терапия была достаточно агрессивная. Действительно, она была с широким спектром побочных эффектов и приходилось принимать очень много препаратов в сутки. На сегодня современное лечение – это одна таблетка, один раз в сутки. Пока что, увы, невозможно полностью излечить вирус, но реально снизить его содержание в организме до безопасного уровня. И чем раньше начать лечение, тем больше вероятность, что ВИЧ-инфекция не перерастет в стадию спида. Именно поэтому организаторы акции делают упор на профилактику. Полина Бевинова, Анатолий Коженбаев, Максим Мятежный. Информационная программа «День республики». Продолжение следует... Продолжение следует...